Вести Карачаева, Черкесия В поселке Романтик завершил свою работу межрегиональный молодежный форум «Межкультурный диалог». Основные темы площадки – межэтнические отношения, профилактика экстремизма в молодежной среде. И вопросы сохранения разнообразия. Об этом рассказал министр Карачаева Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Мы охватываем разное свое население, молодежи из разных социальных групп. В частности, мы уже начали вовлекать в процесс и студентов, обучающихся в исламских учреждениях. Мы не разделяем светскую молодежь и религиозную молодежь. Все вместе реализовывают совместные проекты во благо наших республик. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта страны получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей – Карачаева Черкесия. Подробности сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская Республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в среде легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской Республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма, это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также, в свою очередь, не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. В честь Дня народного единства в рамках акции «Россия – единая семья» региональное отделение «Единой России» отправит 50 подарочных наборов из Карачаево-Черкесии многодетным и нуждающимся семям мобилизованных, добровольцев и военнослужащих в Магаданскую область. Семь из Карачаево-Черкесии, в свою очередь, получат наборы от коллег из Магаданской области. Акция «Россия – единая семья» призвана объединить людей, живущих за тысячи километров друг от друга. Черкесский Магадан разделяет почти 7 тысяч километров, но благодаря акции люди, живущие в разных часовых поясах, даже через такое огромное расстояние смогут почувствовать заботу и поддержку. Индивидуальные предприниматели с инвалидностью могут получить статус социального предприятия. Соответствующий закон принят Государственной Думой страны. Мера касается индивидуальных предпринимателей с инвалидностью без наемных работников и трудоустроивших хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан. В Карачаевске проходит фестиваль науки, технологий и искусств «Карачаево-Черкесия. Создавая будущее», в котором принимают участие ученые из разных регионов страны. Программа масштабного мероприятия, которая продлится до 3 ноября и проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+,» включает в себя круглые столы и конференции, посвященные эпохе становления Карачаевой-Черкесии и векторам ее развития, а также проблемам и перспективам туристической, спортивной, культурной и образовательной сфер. В республике прошли мастер-классы для одаренных детей Карачаевой-Черкесии от мастеров искусств. В частности, мастер-классы и дискуссии провели ведущие деятели искусства Юрий Богданов, профессор кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации и Сергей Чернышов, российский художник, преподаватель школы акварели Сергея Андреяки. Мероприятие состоялось на базе Центра дополнительного образования детей, где художник провел с ребятами практические занятия по живописи, акварелию в различных техниках. Кроме того, на базе Карачаева-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова прошел мастер-класс «Работа над фортепианной техникой и художественным образом». В шестой школе Черкеска прошел открытый урок среди учащихся 10-11 классов, приуроченный ко дню памяти жертв политических репрессий. Вместе с секретарем комиссии по канонизации святых Пятигорской епархии и Иреем Александром Гуриным педагоги школы рассказали детям о непростых страницах из истории нашего Отечества, репрессиях в отношении православного духовенства, казачества и многих народов России. Особенностью памятного мероприятия стали доклады старшеклассников, а также подготовленные ими стихи на тему репрессий, рассказывает священник Никольского собора Черкеска, отец Александр Гурин. На базе Центра образования номер 11 и средней школы номер 6 были проведены для детей открытые уроки. В них приняли участие старшие классы и средние классы. Детям было рассказано о непростом времени, испытании. Цель мероприятия – это воспитание патриотических чувств, это осознание того, что и трагические, и героические страницы прошлого нужно помнить. Это наша общая история, которую важно не забывать, чтобы эти трагические страницы не повторились в будущем, так как наши дети, они должны любить свою родину, они должны знать и положительные, и отрицательные стороны нашей истории XX века. В Черкесске наградили победителей и призеров первого городского конкурса на лучшее оформление фасадов зданий, прилегающих к ним территорий, приуроченного к столетию республики. Они определены путем подсчета голосов под каждой конкурсной работой в социальных сетях. Первое место у кафе «Измир», получившего наибольшее количество баллов. Второе и третье места заняли торговый офис «Нестер Телеком» и магазин «Автозвук». Они награждены денежными сертификатами на 100, 70 и 50 тысяч рублей соответственно. Кофейня «Наполе» на улице Умара-Леева, 12, за лучшее оформление прилегающей территории и активное участие в озеленении города получила специальный пресс – сертификат на 50 тысяч рублей. В Тиберде завершена часть работ по установке фонарей и оборудования для уличного освещения. На сегодняшний день работа завершена на Поляне, по улице Кирова до дома номер 3, по улице Ордженикидзе. Мероприятия по освещению улиц города будут продолжены. Город Черкесск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Минстрой России. Об этом рассказал заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Ринат Хатуаев. Минстрой РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году, изменил условия участия и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 2022 году выиграла и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. Заявка, она практически закончена. Мы ее закрушаем в, скажем так, информационную систему конкурса, после чего будет приниматься решение конкурсной комиссии поддержать или не поддержать проект. На сегодня мы всю работу практически завершили. Проведена презентация жителям в эфире канала «Арфис-24» впрямо. Выслушаны все пожелания. Ну, скажем так, работа уже заканчивается. Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют «зеленым островом». Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджеев. На сегодняшний день это будет площадь более пяти гектаров земли, как бы облагоустроенно, облагороженно. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе, люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то процента 85 завершено. Остается облагораживание территории. И как бы будет уже скоро финал. Ряды юнормейцев Черкеска пополнили 50 школьников. Теперь в республиканском центре более 1 тысячи участников военно-патриотического движения, созданного 6 лет назад. Торжественная церемония принятия новых юнормейцев состоялась в Парке Победы. Именно в этот день, в 1981 году, у мемориала «Огонь вечной славы» был установлен пост номер один, где на протяжении 41 года вахту памяти несут школьники, учащиеся в профессиональных училищ и лицеев города. Три детские школы искусств республики оснащены новыми музыкальными инструментами. В частности, в рамках нацпроекта «Культура» для детских школ искусств Черкеска, Псажа и Станицы Зеленчукской приобретено новое оборудование и учебные материалы. В школе искусств Станицы Зеленчукской приобретенные инструменты уже стали частью учебного процесса, а в Псажа и Черкесске ждут своего часа. Сейчас там идут ремонтные работы, которые завершатся к концу этого года. Развитие финграмотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в СКФО. Тренды задачи перспективы». Карачаево-Черкесию на мероприятии представили заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаевой Черкесии Рауф Тугов и первозаместитель министра финансов Республики Марина Хубеева. На совещании, в частности, отметили существенные результаты работы отделения Банка России по Карачаевой Черкесии. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности регион находится в двадцатке лучших по стране и в лидерах в Северокавказском федеральном округе. Наряду с этим Карачаево-Черкесия активно реализует проект по финансовой культуре. Аудиолекции на национальных языках скоро будут доступны всем жителям республики. Комментирует информацию заместитель начальника Южного главного управления Банка России Александр Гостев. Регионы Северного Кавказа активно участвуют в проектах Банка России по финансовой грамотности. Например, в Ставрополе создали аудиолекции финансовой культуры, которые слушают по всей стране. Кстати, в некоторых регионах их перевели на национальные языки для удобства местных жителей, и такой формат очень востребован на Северном Кавказе. Школьники СКФО с удовольствием смотрят онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности. Так, по итогам весенней сессии этого года в проекте приняли участие около 70% школ, а всего их более 3000. Это лучший показатель в стране после Южного федерального округа. При этом Северный Кавказ активно наращивает работу по финансовому просвещению и с нашими партнерами. Сегодня мы подводим промежуточные итоги, обсуждаем совместные проекты, и такой диалог позволит усилить наше взаимодействие и масштабировать лучшие практики. В Карачаево-Черкесии завершился региональный этап национальной премии «Студент года-2022». По итогам регионального этапа победителями стали Магомед Тамбиев и Карина Чумаева в номинации «Общественник года», Азиза Тураханова в номинации «Интеллект года», Диана Кумукова и Дарина Булгарова в номинации «Староста года», Мадина Малсугенова в «Творческой личности года». Победа дает возможность студентам принять участие во всероссийском этапе. 50 человек принимают участие в создании нового туристического маршрута в рамках первого передвижного форума «Кавказ.дом», проходящего на территории республики в эти дни при поддержке Министерства туризма и курортов. Спикерами площадки выступает проректор по молодежной политике Карачаево-Черкесского госуниверситета Расул Динаев и руководитель туристического центра «Айланда Тур» Ибрагим Уздинов. Более подробно о форуме расскажет один из его организаторов Расул Динаев. Форум называется «Кавказ.дом». Пройдет он как начало зарождения нового туристического маршрута у нас в республике, так называемого храмового маршрута, который мы сейчас разрабатываем. Он стартует от Шуванинского храма и идет до Сентинского храма. Протяженность более 20 километров у маршрута. И разные варианты будут там пеший, автомобильный и конный. Сейчас мы разрабатываем пеший маршрут и в нем задействованы в этом проекте 40 участников. Это получается 4 команды по 10 человек, между которыми будут и различные спортивные состязания, и в том числе они будут помогать в благоустройстве этого маршрута. Планируются ночевки на плато Дардон и Бурош-Сарты в палаточном лагере. Будет небольшая образовательная программа. В целом будет посвящено теме туризма в нашем регионе. Волонтеры общественной организации КЧР «Территория жизни» очистили от мусора территорию Альтаркаческого Нарзана и место отдыха у поймы реки Кубань в Усть-Жгутинском районе. Участники эко-акции собрали более полутонны мусора, а в прошлом году на этих территориях было собрано 50 мешков мусора. Сейчас вдвое меньше, возможно, благодаря проведенному в прошлом году эко-челленджу. В этот раз волонтеры установили таблички с информацией о том, что здесь убирали дети. Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период задействует 800 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники. Об этом рассказала пресс-секретарь управления Милана Тхомукова. Против зимней скользкости на 51 пескобазе заготавливают пескосоляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли до 50%. Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройства снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. В Карачаево-Черкесии впервые появятся пункты придорожного сервиса. При этом все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Их строительство стало возможным благодаря победе республики в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Пункты появятся до конца года вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джугуте, Кардоникской и в Сирен-Важном. Построенные объекты будут включать в себя пространство для отдыха, кофейни, супермаркеты, парковки и санитарно-техническую зону. Более трех десятков уголовных дел возбуждено в республике по фактам незаконной вырубки леса. В частности, в суд направлено 31 уголовное дело. К ответственности привлечено три должностных лица. За девять месяцев текущего года зарегистрировано 42 преступления в сфере лесопользования. В период осенних каникул школьники республики смогут кататься на канатках архыза за 100 рублей. Акция введена курортом специально в школьный осенний каникулярный период с 29 октября по 6 ноября. Гондолы канатной дороги «Млечный путь» поднимут юных гостей на смотровую площадку южного склона на высоту 2240 метров. Билеты по данному тарифу «Пойдем гулять» можно приобрести в кассах, представив документ, подтверждающий возраст. В Красноярске прошли 17-е международные соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтеева. Копелку Карачаева Черкесии пополнили Амаль Джендубай в весовой категории 60 килограммов, которому досталось первое место. И Амаль Кирейта в весе 80 килограммов он занял третье место. В масштабных состязаниях принимали участие более 300 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Монголии, Таджикистана и России. Это все новости к этому часу. С ними я познакомил Умар Ти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата» Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!